добрый вечер мои дорогие друзья и мои дорогие подписчики с вами снова я ваш горячо любимый ланзар сегодня непростой выпуск он особенный почему как вы знаете я на своем канале делал несколько обзоров по тематике титаника в частности я делал обзоры по игре титаник честь и слава дел прохождение и не один раз упоминал то что я занимаюсь коллекционированием книг и сувениров по тематике титаника но в частности вот перед вами лежит несколько книг которые пришли буквально несколько дней назад они приходят ко мне довольно частенько и вот сейчас на подходе еще несколько книжек я очень хочу все-таки поделиться моментом откровения вместе с вами поскольку эти книжки довольно редкие сейчас на рынке вообще не увидишь если только очень таких прямо закрытых коллекциях кого-нибудь здесь несколько книжек по тематике white star line по сервизу компании white star collection здесь конкретно я так понимаю альбом по лайнером компании white star line дальше идет альбом армеса питания лайнера куэнарт кунарт компании кунарт лайн ваще бюрофул и вот такой маленький альбом great line story автора вильяма миллера между прочим вот подобных книжечек довольно много здесь было сделано повод категории story по титанику была книжка по олимпику вот у меня есть по титанику кстати такая книжка и вот сейчас пришла вот такая вот книжонка ну что ж не будем затягивать будем делать прохождение такое своеобразное прохождение опять же посмотрим что же из себя представляет эти книжки я вообще уже подумаю может все таки мне сделать отдельный канал на ютюбе по данной тематике но я посмотрю в зависимости от вашей жизни живости если я увижу что у нас очень много подписчиков будет на канале и будут лайки если все это будет отдельный канал куда математики будут и туда и туда же делать прохождение обзоры своей коллекции если кому будет интересно я думаю все будет интересно вот такая вот книжка автора вильяма миллера вильяма миллера great line story здесь изображение лайнера queen elizabeth но по сути дела этот лайнер являлся чуть ли не двойником лайнера queen mary единственная только разница то что этот лайнер чуть-то ножом был больше у него мости конструкция совсем другая другая конструкция и вместо трех труп тут и используют всего лишь две и они были обе я так понимаю рабочие действующие так на обратной стороне у нас а здесь у нас изображение лайнера united states чем он примечательным тем что во первых он один из вот этих двух лайнеров queen mary и частности он которые сохранились по сегодняшний день ну только в радио разницы то что queen mary он используется как музей и гостиница в одном лице а этот лайнер он нас стоит на пирсе и гниет по сегодняшний день но он был примечательным свое время тем что он на нем стояли чуть ли не крейсерские двигатели которые разгоняли вас от доску до 30 узлов то есть довольно быстро быстро лайнер был свое время вот такая вот печально участие не насколько помню у него длина была 312 что ли 310 метров примерно так ну пойдем посмотрим что у нас дальше идет так вот здесь кстати говоря вот это получается лайнер rex итальянский лайнер насколько вот мне он известен тем что он стоял рядом с олимпиком в пирсе в нью-йорке по длине они были идентичные разве что вот rex он то ножом конечно больше чем лайнеры классами здесь у нас опять же идет лайнер queen elizabeth изображения здесь же у нас изображение одного из я так считаю наикрасивейших на и прекраснейших лайнеров двадцатого века и так многие считают почему поскольку многие лайнеры представляя себе представляли собой только концепцию эволюции до нормандия вот этот французский лайнер нормандия он представлял себе концепцию революции вообще в строя судостроение насколько помню его конструктором был русский инженер юркевич насколько помню фамилию точно не припомню примерно так суть в чем суть в том что у этого лайнера его прямо революционная конструкция носа как вы видите он крейсерский если во времена лузитане мавритании все нас лайнер делались прямо прямыми да здесь прямо вот такой под такой прям крейсерский носик в чем еще особенность этого лайнера в том что на нем был самый огроменный обеденный зал из когда-либо построенных вообще на море между прочим он используется как еще и бальный танец не только обеденный ну и плюс ко всему этот лайнер постигла печальную участь поскольку как раз во вторую мировую войну его так скажем приковали к пирсу в нью-йорке и какой-то идиот во время демонтажа лайнера в крейсер там так скажем подпалил типу спасательных жилетов и лайнер загорелся и затонул прямо на пирсе перевернувшись на бок вот такая печальная история ну посмотрим что у нас там дальше идет так здесь у нас получается список всех лайнеров какие были в целом двадцатом веке хотя здесь еще 21 век затронута как видите здесь получается лайнеры класса оазис вот эти огроменные утюги опять же видите ли на вкус и цвет кому нравится кому не нравится это изображение allure oasis рядом честно сказать не могу просмотреть сюда вот это азиса вот это allure oasis между прочим пару дней назад вышел в плавание очередной их огроменный утюг под названием икона морей но его разница отличие понятное дело в тоннаже и плюс ко всему у него новая форма носу иконы морей но опять же как по мне это больше тракт аттракцион на воде нежели лайнер все-таки лайнер 20 века была некая ну вот это баба вот это барочий барочий запах этот барокко вот везде вот этим низкой пахло вот это романтика своеобразных 20 века она все-таки присутствует плане во двадцатого века больше но это получается декор лайнера дейчленд сколько я вроде понимаю да хамбург америка лайм 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 это дочь ты здесь брэймен изображение лайнеров дальше какие у нас идут ну здесь у нас идет изображение доктор и фотография козера вильгельм де гросса вот вроде бы да получается вот такая забитость на лайнере дальше пошли здесь у нас изображен крон принц лайнер тоже вроде немецкий немецкая компания строительных так вот здесь у нас вот интересное изображение здесь у нас изображен изображена мавритания компании кюнарт лайн между прочим это интересная фишка для всех лайнеров начала 20 века как вы можете заметить вообще во всех рекламах начала 20 века на судостроительных компаний у них у всех лайнер были изображены вот такими вот тиранозаврами гигантами здесь мавритания чуть ли выглядит практически как у азис по высоте вот таких вот такими вот гигантами изображали понятное дело чтобы привлечь внимание ну в принципе надо учесть что его от старлайн тоже изображала свои лайнеры вот такими вот громадинами между прочим так дальше пойдем что у нас здесь здесь у нас тюнарт онлайн это это понимаю обеденный салон лузитане вроде бы но здесь у нас описывается такое они имели то наш салон пошел вать старлайн это получается олимпик изображение олимпика дальше пошли вот здесь у нас печально известный титаник пойдем дальше так вот это у нас франц франция лайнер 1927 год так а вот это вот красота вот чем не нравится вот данное изображение во первых тем что здесь изображены три лайнера одного класса и здесь а этот снимок примечательным тем что он сделал как раз после первой мировой войны когда вот эти все лайнеры были отданы в качестве контрибуции победившим странам соответственно вот этот лайнер с красно-синими трубами этот лайнер в свое время назывался фатерланд немецкий лайнер но потом его отдали компания американ лайнер сколько помню его переименовали переименовали в левиафан он был средним среди вот этих всех лайнер за ним идет лайнер majestic в свое время назывался бисмарком он сам крупный из вот этих всех трех лайнеров был передан white star line в качестве контрибуции репатриации за погибший британик между прочим оставался самым крупным лайнером компании white star line хотя они сами не сами они строили и здесь изображен лайнер берингария который в свое время назывался императором немецкой компании опять же он был передан компании кюнерт лайн за потонувший лузитане так скажем опять же репатриации и между прочим у него на носу свое время стоял огроменный орел насколько я помню да но я так понимаю в одном из штормов его крылья оборвали получается его убрать ну вот такая вот пафосная тролица крупнейшие войны в свое время дальше пошли но здесь опять же левиафан изображен во всей своей красе огроменный прямо с 25 этаж 30 этажное здание высотой так вот здесь у нас изображен лайнер аквитания вот этот лайнер на подходе к нью-йорку я так понимаю это его это понимали женский салон или вроде да вроде салон отдыха так здесь у нас вроде курительную опять же они этот обеденный зал или ресторанчик на квитании вот это получается изображение плавучего дока в саутгемптоне которые довольно часто использовали для таких кроме их лайнеров тут стоял олимпик тут стоял и majestic и аквитания здесь ремонтировались на этом плавучем руки так дальше прошли вот здесь у нас изображение парижа лайнер париз я по моему вот это изображение видел в документальном фильме титаника 1995 года было это изображение я помню так дальше пошли так вот здесь получается изображение внутреннего убранства в каютах такая вот арт-деко легкая здесь у нас ничего особенного здесь про немецкую судостроительную компанию идут разговорчики вот кстати говоря это лайнер bremen и европа тоже свое время огроменные лайнеры были по 300 метров каждую длину ну они по мне выглядели как длинные ящики ничем не примечательные но для меня лично так вот здесь получается вся троица bremen колумбия европа своим исполнением так дальше пошли вот это получается изображение императрицы британии вот такой планер честно сказать не помню что с ним случилось вроде за там насколько мне известно давно про него читал это опять изображение рекса насколько помню у него длина двести шестьдесят восемь метров на метр короче чем олимпик вот такая вот махина но зато по тоннажу он больше дальше пошли но опять же изображение рекса так вот здесь изображение нормандии который мы с вами уже говорили между прочим вот это изображение видел опять же в том же документальном фильме титаник 95 года и мне тогда казалось это документальный фильм первые посмотрел когда мне было лет десять я записываю на видео кассету по стс показывали и мне тогда казалось что это вообще маленький лайнер потому что в свое время считал что раз четыре трубы значит лайнер большой три трубы значит маленький но это оказалось не показательно поскольку в свое время у нас не было интернета не было информации откуда вообще прочитать пройти лайнер про все дела библиотеки в школе понятно дело пустые интернет не было вот как-то так утужились до 10 года когда впервые у меня появился нормальный интернет здесь опять изображение нормантии здесь почему-то ее изобразили чуть ли не как космический лайнер в принципе все лайнеры 20 века века они выглядели вот на рекламных вот этих щитках как какие-то космические челноки так дальше пошли но здесь получается изображение вот этого обеденного зала на нормандии он такой огромный я насколько помню в одном документальном фильме и даже рассказывали как его как вообще вот эта конструкция была сооружена чтобы на море при штормах ее не перекосило то есть соответственно там какими-то стальными вот этими прутьями это все было обшито вот в этом зале то есть он огроменный после в длину чуть ли не 100 метров вот такой вот огроменный зал так дальше пошли но здесь опять же изображение нормандии здесь у нас изображение льда французского помню вот это нормандия куин мэри и аквитания ну вот нормандия как расход на этом месте и ее начали перебирать и она на этом месте и затонуло такое чувство что все-таки куин мэри подлиннее будет ну хотя вроде они одного одной длины вот здесь она затонула тут уже затонувшая нормандия после пожара и вообще удивляюсь как тогда ее вообще на ноги подняли потому что если вспомнить коста конкорде 12 года сколько сил и средств и денег было брошено чтобы ее поднять да это при всем том что кост конкордия было 291 метр в длину вроде бы и по тоннажу и не помню насколько вроде бы сопоставим с норманди но нормандия она была подлиннее даже это подвиг тогда еще сороковых годах поднять вот этот лайнер на ровный киллер вот кстати его везут уже на слом нормандию бедняжка так дальше что у нас здесь здесь просто рекламные вот эти вот этот нью-йорк вот это знаменитый куин мэри единственное более менее лайнер который вообще 20 века сохранился до сегодняшней дней благо используется как музейка гостиницы если кому интересно можете посмотреть документальный фильм тома линского которые они сняли на своем канале они ходят вместе с кеном маршалом и рассматривать этот лайнер очень интересный такой маленький документальный фильм дальше пошли кстати говоря под про этот фильм недавно вышел еще один художественный фильм под названием корабль призраков чушь полнейшая но зато там куин мэри хотя бы его сняли так здесь опять же мостику и мэри дальше пошли вот здесь у нас опять же реклама кюнет лайм и так понимаю здесь уже а кюнер white star line уже идет компании соединив здесь куин мэри это судя по всему маджестик дальше не помню кто идет возможно берингари не припомню так дальше 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 пошли да вот это мэри уже как рейсер переделаны рядом как-то стоит нормандия вроде нос видно и так питание ой посмотрите сколько народу на куин мэри трэш какой-то как они там вообще не дышать не то что они даже не представляю как они вообще в туалет ходили в таком состоянии в таком положении кошмар какой-то вот этот знаменитый united states гончий который сохранился по сегодняшний день но гниет на пристани где-то в сша так вот это красиво изображение как дальше пошли ну вот расходы изображения антина стейц ржавеет на пристани это изображение шестьдесят девятого года еще он тогда более-менее выглядел а потом превратился в рухлядь это лайнер франц потом ее вроде бы переименовали не помню во что и переименовали то подскажите мне пожалуйста если кто помнит вроде на норвегии переводить переименовали точно совсем за нормой точно вот нью-йорк 1970-е годы планер огромный так но здесь опять же его изображение вот здесь опять же куин мэри наша знаменитая вот здесь она выходит из нью-йорка по гудзону и за и следом все эти паромчики яхты и так далее романтика это куин мэри уже это понимаю в качестве уже гостиной отель да а это куин элизабет вот ее печальный конец я так понимаю на затонула в 72 году насколько мне помнится мы такой нелизабет 2 по моему где-то в саудовской аравии он стоит на причале тоже в качестве гостиной гостиницы это так 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 антиквы куин элизабет 2 . а это наш знаменитый на сегодняшний день единственный сохранив вообще последний считающийся океанским лайнером queen мэри 2 ну громадина ему сколько уже вроде бы 24 года на море то есть со всеми своими пирогами сколько раз его ремонтировали до сих пор в строю мне очень жалко будет если его отправить на стол потому что красота интересно сколько сейчас стоит билет на него это кстати говоря получается гостиная вроде бы на queen мэри 2 вроде бы так азия получается queen мэри 2 вместе с queen elizabeth да вроде бы на том персия в нью-йорке вроде бы вроде нью-йорк до нью-йорк 25 апреля 2004 года ну такая вот книжка ребят я рад что я заказал здесь опять же изображение лайнеров класса оазис это queen elizabeth вот такая вот квадратная махина вот такая вот книжка ребят так что смотрите друзья мои если в принципе вот такой формат вам нравится да и если я увижу что есть какая-то активность до со своими комментариями можете плохие комментарии писать не суть пожалуйста лайкайте но если увижу активность я буду дальше делать обзоры и делать так скажем канал на ютюбе уже отдельный по данной тематике и буду делать каждый раз обзоры по своей коллекции она у меня огромная понятное дело в один ролик это не уложишь поэтому если вам этот ролик понравился и если увижу активность следующий раз мы уже приступим к распаковке остальных книжечек и так каждый раз мне кстати сейчас поступку должны поступить еще несколько книжек по почте тоже по британику там и несколько книжек поэтому давайте жду от вас активности всем спасибо ну спокойной ночи увидимся